Александр Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Наверняка у большинства людей хотя бы смутное представление, он всё-таки есть о том, что такое туберкулёз. Но вот с медицинской точки зрения, что собой представляет это заболевание? Туберкулёз – это инфекционное заболевание, которое вызывается специфическим возбудителем. Это микробактерия туберкулёза. Основными симптомами является кашель более двух недель с мокротой. Это может быть повышенная утомляемость, похудание. Это ночная потливость. Это может быть кровохарканье – один из симптомов туберкулёза. И при этом выявляют на рентгенограмме изменения в лёгких. Мы с вами практически все инфицированы туберкулёзной инфекцией. И если так взять в мире, то практически треть населения инфицирована. Но это не значит, что они все должны заболеть. Организм с нормальной иммунной системой достаточно хорошо справляется с туберкулёзной инфекцией и не даёт возможности ей развиться в само заболевание. В этом случае насколько опасно инфицирование и вообще насколько опасен туберкулёз? Опасно тем, что когда активизируется туберкулёзная инфекция, человек может превратиться в опасного для окружающих пациента, который может выделять уже в окружающую среду туберкулёзную палочку. И тогда мы должны будем принимать меры по его изоляции. Туберкулёз – действительно заболевание непростое. Дело в том, что оно может начинаться с обычного очага, а потом перейти, генерализоваться, либо на всю ткань лёгкого, и может перейти на другие органы. Поэтому человек об этом должен знать, что это всё-таки заболевание опасное, потому что человек начинает на самом деле чахнуть, истощается, и это может привести к ещё одному из осложнений тяжёлых, к смертельному сходу. Скажите, ну вот сколько сегодня жителей Гомельской области болеют туберкулёзом? В области состоит на учёте порядка 1512 пациентов со всеми формами туберкулёза. Если говорить о статистике, какова цифра была, скажем, 5 лет назад? В сравнении, например, с 2010 годом, когда их было порядка 2266 на учёте, вы видите, какое снижение состоящих на учёте. Мы достигли снижения заболеваемости туберкулёзом на 20,3%. Это по 2010-2014 году. И снижение смертности от туберкулёза почти на 50%. А поясните, какие на сегодня существуют методы диагностики и вообще вот насколько современная медицина способна противостоять такому заболеванию, как туберкулёз? Могу сказать с уверенностью, что туберкулёз на сегодняшний день излечим. Современная медицина создала сегодня очень много условий для того, чтобы туберкулёз победить. Основными методами диагностики, которые позволяют прежде всего выявить на ранних стадиях туберкулёзную инфекцию, это является рентгенфлорографическое обследование. Следующим видом такого доступного метода обследования является исследование мокроты на наличие в туберкулёзной палочке. Следующий метод, который опять же методом диагностики, это иммунодиагностика, то есть это проба МАНТУ и диаскин-тест у подростков. Мы на сегодняшний день имеем с вами оборудование, позволяющее выявить ДНК туберкулёзной инфекции. Мало того, что мы выделяем ДНК, мы ещё можем получить, скажем так, чувствительность к тем препаратам, которые будут последствия назначаться. То есть эти методы позволяют выявить туберкулёз на ранних стадиях и уже иметь представление, какими препаратами мы будем его лечить. То есть не просто лечить, скажем так, с какой-то стандартизированной схемой, а именно конкретно для каждого человека мы можем подобрать схему лечения. Александр Сергеевич, вот, наверное, мы подошли к самому главному вопросу. Скажите, что должен знать и соблюдать каждый человек, чтобы, ну уж извините, не стать пациентом в вашей больнице? Я хотел бы сказать одно, что все вопросы, связанные, опять же, со здоровлением, с поддержанием иммунной системы, значит, опять же, это здоровый образ жизни, избегание вредных привычек, но, в принципе, не так все это сложно на самом деле на сегодняшний день. И это одно из предпосылок – не заболеть. И еще один момент, что должно знать население, что все-таки у нас существует вакцинация от туберкулёза. То есть та вакцина, которая вводится детям, это, опять же, элемент защиты от туберкулёзной инфекции, потому что при вакцинации мы исключаем острые, тяжёлые, генерализованные формы, возможно, потом, когда, ну, которые могли проявиться. Поэтому население тоже должно об этом знать. Александр Сергеевич, спасибо вам большое за такую содержательную беседу. Позвольте пожелать вам здоровья, ну и, пожалуй, поменьше пациентов. Продолжение следует...